Канализация изношена, тараканы атакуют, придомовая территория оставляет желать лучшего Коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся На жалобы жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз Мухи и тараканы пожизненно без шанса на амнистию Жители двухэтажного дома вынуждены годами делить кровь с усатыми Им тут кушать достаточно, влага, тепло, то есть все, они разводятся и разводятся Хватает на два месяца и снова они заводятся Почти пеньки в центре Барнаула неизвестные срезали два десятка цветущих яблонь Очень символично получается вот эта память мегдериум, казалось бы, в природе И тут же на фоне вот этих срезных слов Вставляют палки в колеса, жители спального района не могут избавиться от услуг своей старой управляющей компании Управляющая компания «Атлант» выкатывает банки для вывоза мусора А ДКХ препятствует этому и закатывает банки обратно Оказывается, приговор может вынести не только суд, но и управляющая компания Именно так случилось в поселке Центральный Там управляющая компания «Мирный» вынесла жильцам свой вердикт Живите в мире со своими соседями Все бы ничего, да вот только в соседях у них тараканы Вот эти средства покупаем, да, соседка-пенсионерка Мы уже с ней ругаемся, кто будет следующий покупать Потому что она свою пенсию по тысяче носит Вот это 140 Вот Наташа, каким надо Вот, это 35, да, стоит Сколько пачек мы покупаем? По несколько пачек мы это все покупаем Это не помогает Машенька, чистый дом, фаст дубль два Таким широким ассортиментом в борьбе с тараканами пользуются жители двухэтажки на улице Мира Но ни одно из средств не помогает Усатые, как ходили пешком, так и ходят Всему виной подвал Канализационные трубы там аварийные Протекают, продукты жизнедеятельности частенько всплывают на поверхность Это канализация вообще И вот эти вот все, что мы ходим в туалет Это все выбегает Воды было больше Но оно и сейчас, да Она вот капает и капает, капает и капает А это канализационная здесь прям пробоина Там вот такая вот трубка, дырка Замотали, чтобы запах не шел И от этого у нас заводятся мухи и тараканы Им тут и кушать достаточно Влага, тепло, то есть все, они разводятся и разводятся Хватает на два месяца и снова они заводятся Это все высохло Лежат доски, так как оно было воды по щиколотку Вот, это не устраняется на протяжении многих лет Мы уже скотчем замотали Трубу мы подверстили Ну и запах уже все Чувствуется, находиться уже невозможно Проволока, веревка пока еще удерживают трубы на весу В таком удручающем состоянии Канализация уже лет семь, рассказывают люди Последние два года стало совсем не моготу Жильцы начали бороться с управляющей компанией «Мирный» Который, по их словам, отказывается приводить трубы в должный вид Комиссии приходят, жилищная инспекция Она приходила уже два раза на протяжении этих двух лет Каждый год она приходит Предписания им выносят в «Мирный», но они нам ничего не делают, не помогают Живу я в этом доме с 1984 года За эти годы, что я здесь проживаю Ни одного ремонта Никаких ремонтов, ни капитальных, ни текущих Ничего этого не было Очень плохо живется Мы тем более старые люди У нас то давление, то с головой, то все это А мы вот это вот, всю гадость нюхаем Тараканы лезут, мухи лезут Начинаешь травить и вообще все плохо делается И начинаем еще рассваиваться По этому поводу Дело доходит у нас до скорых Председатель дома Илья Корольков пояснил, что в «Мирный» обращается регулярно Но толку практически нет, говорит мужчина Единственное, так это в прошлом году УК сделал латочный ремонт крыши Но и того хватило ненадолго Ну, крыша опять побежала Все, что мы вот увидели в подвале Это продолжается, ну, практически год Вот как мы сюда переехали Мы недолго живем То есть ничего они, в принципе, толком не делают Мы обращаемся Звоним в аварийные службы Аварийные службы приезжают непонятно как Через день, через два, пока все подвалы не забегут Туда комиссия неоднократно выезжала и смотрели Там единственный момент, может, в каком подтекать Но там жители сами произвели ремонт канализации То есть мы подвал спускайся направо И установили, соответственно, неправильно То есть на противоход Мы их об этом предупреждали Кто менял, они, говорит, не сознаются Я знаю, кто это написал Знаю, от кого поступило обращение Им русским языком сказали, что ремонт будет проводиться В какие сроки? Что будет сделано? Я не готов вам сказать Представитель УК пояснил, что в доме проживает слишком мало жильцов Денег на ремонт дома взять негде В год с дома капает порядка 50 тысяч Но этих денег хватает на зарплату сотрудника УК Да на ладочный ремонт крыши, который течет из года в год А это значит, что людям придется запасаться средствами от тараканов еще долго И ждать реальной помощи от управляющей компании «Мирный» Всю прошлую неделю в Барнауле проходили фотосессии в Яблонях Могли они быть и здесь, если бы неизвестно, их не срезали А теперь на что и можно рассчитывать, так и на фото с памятником деревом Вместо красивейших цветущих яблонь, одни обрубыши и деревья Которые годами радовали прохожих, спилили в начале прошлой недели О случившемся архитектор и общественник Александр Деринг узнал в социальных сетях от своей подписчицы Буквально со слезами она рассказывает, что она вышла, видимо, на следующий день после рыбки С дочерью посмотреть, как цветут Даже не зацветали уже вот эти вот ранетки яблони И девочка маленькая, дочка увидела, заплакала Как это так? Что такое? Где деревья? Где наши цветочки? А вот клёны, с которыми действительно нужно бороться И которые внесены в черную книгу Алтайского края В сквере остались, возмущается Деринг и представитель администрации ЖД района Последние, в свою очередь, пояснили, что никакого отношения к обрезке яблонь не имеют Мы уточнили, во-первых, управляющая компания, она этого не делала, управляющая компания первая Комитет по дорожному хозяйству городской благоустройства транспортной связи Который непосредственно является ответственным за снос деревьев Безусловно, тоже этого не делал Администрация района была направлена письмо в отдел полиции по железнодорожному району В целях выявить злоумышленника, который произвел снос деревьев Посмотрите, вот это вот апофеоз Вот сколько они здесь уже стоят, что они побелели Это сухостой, самый хрупкий А это целый туннель из аварийных деревьев Каждый день его преодолевают сотни садоводов Коридор ведет сразу к трем садоводствам Восход, энергетика центральная Часть огородников обходит ветхие деревья по проезжей части Другая идет напрямик Смотрим наверх, что будет Конечно, боимся После каждой бури тут падают не только ветки, но падают и трое деревья Жительница Барнаула Татьяна Труфанова, да и все горожане призывают властей Обращать внимание на реально опасные деревья Конкретно эти находятся в центральном районе города И они требуют скорейшего сноса, либо правильной омолаживающей обрезки В противном случае беды не именовать, уверена Татьяна Посмотрите, в каком состоянии основание того дерева Но оно вот тоже скоро завалится Ну а кому помешала аллея из Яблонь, в котором стоять бы еще долгие годы, будет выяснять полиция Одно уже ясно, весеннего благоухания здесь придется ждать долго Не хочу работать, хочу воевать Сюда по всему именно под таким девизом живет управляющая компания ДКХ Это дом на Сиреневой 22 Его дома этого года как раз обслуживала эта управляющая компания И по словам жильцов, особо ничего не делала Но зато развернула целую военную компанию Как только жильцы отказались от ее услуг Управляющая компания «Атлант» выкатывает баки для вывоза мусора А ДКХ препятствует этому и закатывает баки обратно Выкатывают и закатывают вновь Такой аттракцион на Сиреневой 22 Практически каждый день с мая этого года Жильцы дома отказались от услуг управляющей компании «ДКХ» Провели собрание жильцов и переизбрали новую УК «Атлант» Переворот произошел не без причины, рассказывают люди Ход в третий подъезд Вот видите, это самое На втором подъезде сделали, как бы получается Ход, но он не сегодня, а завтра сломается Но остальные подъезды, тоже видно, какое состояние творится Плитка вот вся, которая от застройщика у нас, вся лопнутая А еще гнилые трупы в подвале Дом, которому всего 8 лет рассыпается На глазах у жильцов не было выбора, как обратиться в другую обслуживающую компанию Но зайти на дом новая УК старая не дает Ну вот, к примеру, стенд Вчера мы предоставили информацию для жителей По показаниям, по информации управляющей компании И уже все снято Где-то буквально через час уже скинули, что стенды уже лысые у нас Без рекламы, без информации Не разместить информацию, не зайти в счетовую Подвал УК «ДКХ» не отдает ключи от технических помещений Как заходить? Как-то так, сквозь стену, наверное Дошло до абсурда Прежняя компания не дает вывозить мусор Чаще трех раз в неделю, жалуются жильцы Двери открыты, мусор складируется возле подъезда Все это сопровождается уже скоплением мух, летающих над мусором И на первые, вторые, третьи этажи все эти мухи залетают в квартиры Это просто невыносимо Мы тут задыхаемся от мусора, от мух и от всего остального Потому как у них, ну, изначально у них, во-первых, из-за отсутствия средств Мусор вывозится три раза в неделю Новая компания, у них шесть раз в неделю Поэтому, ну, в принципе, как и по закону должно быть шесть раз в неделю Но они не пускают мусоровозы А зачем им это нужно, как вы любите? Ну, не хотят лакомых кусок, конечно же, бросать Потому как все-таки деньги, все понимают, что дом большой, достаточно платежеспособный Кстати, дворников Атланта ДКХ тоже прогоняет Жильцам в буквальном смысле приходится охранять сотрудника новой управляющей компании И только так он сможет закончить свою работу Кстати, ДКХ базируется на Сиреневой 22 Но там нашему визиту были не рады Дверь не открыли, на телефонный звонок не ответили А новая УК тем временем вновь развешивает свои объявления В надежде, что этот детский сад скоро закончится Ну, я думаю, что со временем, что где-то к первому июня закончится это все Ну, как бы, действительно, это цирк На этом все Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить Звоните в редакцию телеканала ТОУ, пишите нам в социальных сетях Или оставляйте заявку на сайте Это была программа «Коммунальный патруль» До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова